Конечно, это надо стальные яйца иметь. Я просто вот ехал 240, думаю, да ну махуй. Итак, минуточку внимания. Данный ролик несёт исключительно развлекательный характер и может содержать сцены опасной езды. Я знаю, что вам похуй, но я всё равно должен это сказать. Убедительная просьба не повторять данную езду на дорогах общего пользования. Все трюки выполнены идиотом, которому просто везёт. Всё, проехал? Я один? Вроде я один. Вроде один. Ну что, мои дорогие господа и дамы, я вас все категорически приветствую. С вами Солванов и я вас рад приветствовать в 22-м году. Как вы понимаете, 22-й год меня будет сопровождать Сузуки 1000 G6R K7. Джиксер K7. Вы такие, к'mon, блядь, у тебя было льда, зачем? Вы помните, я оставлю видео, если что можете посмотреть. Потому что, вы помните, я хотел брать ниндзю последнюю, но с кем мне здесь зарубы-то снимать на последней ниндзи-то, блядь? Это, ну, у нас мотоциклов крутых не так много. Не забывайте, что я живу на Алтае. Поэтому я решил взять, что ни на есть, старушечку 45 тысяч пробег. Короче, быстро рассказываю, что сделал. Самое основное. Это, конечно же, все смазал, перемазал, все для себя. Полный выхлоп из Шимура, USA и прошивка от Пасиса. Пасис, большой тебе привет, видео скинул, посмотришь. Короче, посмотри, как эта малышка, старушка, едет до 300. Посмотри, как она баллонится на второй. И сразу же спойлер. Эта малышка баллонится на третий. Да-да-да. Меня поймут только те ребята, кто баллонит на литрах и знают, что литры неохотно поднимаются с третьей передачи. А эта старушка может. Вы знаете мою безграничную любовь к пятому и к шестому. Ну, сейчас я хочу свои слова вот так забрать обратно, переобуться и сказать, что К-7 это просто perfect. Это просто so beautiful. Потому что да, он валовый, да, это, блядь, неуправляемый утюг. L2 это вообще просто велосипед, очень хорошо управляется. Да, не тормозит. Да, блядь, ну, короче, да, он стрёмный. Ну, бывает страшненький, но я не знаю, у меня как-то уже мяул, как-то уже, ну, ребят, мяу-мяу-мяу, мне нравится. Ладно, короче, меньше пиздежа, больше дела, ребят. Сначала до 300, ну, а потом непосредственно баллон. С третьей передачи я пытался всего лишь раз поднять, когда ехал с сервиса. Просто по приколу, я проверял прошивку. Поэтому я сегодня вот первый раз баллонить на третьей передаче, по сути дела. И это будет действительно весело. Я специально для вас приготовил GoPro 4. Привет. Ладно, переворачиваем нашу лайбу. Что, в ту сторону или в ту ебаню? Да давай в ту ебаню. Опа. Буду показывать пожилой опыт. 95-й залит. Заводим режим А. Пиздеть, допизделся с вами, блядь. Пока снимал машины, ездили, аккумулятор посадил. Старый дурак, блядь. Аааа. Нихуя страшно, это контент. Контент все простит. Смотрите, пацаны, вот так разбегаетесь. Блядь. Вот так разбегаетесь и... Ебаная все, ты чего? Давай, давай, давай. Блядь. Допизделся, блядь. Вот все ради вас. У меня всегда так, нахуй. Всегда так, давай. До двенашечки, давай. До двенашечки. Ух, блядь. Часть секунды, погоди. Старый стал, блядь. Уже не тот салон. Так, собственно, режимы. Режим А. Музыку, пожалуйста. Пока. Спасибо. Окей, до 300 на самом деле она очень бодро бежит. Давайте сейчас попробуем на второй передаче по баллону. Продолжение следует. Ребят, самое стрёмное, что время 1.42, а машины по сей час катаются, блядь. И когда ты летишь на заднем, тебя не видно, и это очень опасно. Так, на второй передаче у нас что получилось? 205, где-то так, да? Я видел, что-то 200 было. Вот сейчас третья передача, вот здесь, ребят, нереально очково. Потому что у меня первый опыт, блядь, на третьей передаче, я не знаю, до скольки она едет. Давайте сначала посмотрим, до скольки третья передача Васильчику едет, блядь. Тут я понимался. Если что, я уебусь, на какой скорости я пизданусь. Сейчас я музыку включу и поехали дальше. Кстати, всегда встаньте по ночам, так и по музыке. Это помогает мне сконцентрироваться. Ну, вот, я не рекомендую, я просто говорю, как езжу. Окей, когда я увидел, что третья передача до красной едет до 250, а я ни разу не ездил на заднем колесе на таких скоростях, мягко говоря, стало немного очково. Ну, с другой стороны, интересно. Интересно. Ебать, ребят, мне просто полосы нахуй тупо не хватит 250 хуярить на заднем. Ладно, еще раз. Поскольку мотор испытывает большую нагрузку и при этом еще и масляное голодание, перед каждым длинным козленем или баллоном я всегда провожу такую манипуляцию, чтобы насос покачал и чтобы все стеночки промазались. И потом только продолжаю баллонить. Ты бы его уже потом не отпустил, братан. Поэтому не надо меня тут вот тоненьку впаривать, напоздали бабку, это все равно. Ага. Ну, то есть ты не веришь? Нет. И ты не веришь, что вообще байк на третьей передаче поднимается? Что ты на третью, вот первую поднимешь и поедешь до 240? Да. Ну, ты проснись сначала, а потом поговори. На Косарь спорим? На Косарь? Что ты 210 и 40, будешь ехать назад? Да. Давай. Так, присаживайтесь. Можешь Косарь достать сразу? Могу. Ну, достань. Так, ну, собственно, спор есть спор. Ты готов? Да, готов. 190. 200. Хау, подержу. 200. 10. 220. Хау, не хуже. 230. Ты ебанутый вообще. Там сдевают нахуй вообще. 240. Что, 250 будет? 247. Нихуя сильно было, Серый, конечно. Это надо остальные яйца иметь. Я просто вот ехал 240, думаю, да ну нахуй. Ну, вот так, брат. Спасибо за Косарь. Дорогие господа и дамы, давайте вернемся маленько назад, чтобы показать вам прямые два кадра, без переходов, эффектов и так далее. Это делается для того, чтобы заранее мне избежать мамкиных критиков, ну и, конечно же, школьников. Что это может быть? Монтаж, либо какие-то подставки, не дай бог фотошоп, хотя при чем здесь, блять, фотошоп. Короче, смотрим два прямых кадра еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Окей, ребята, вы наверняка сейчас смотрите, да ну нахуй. Ребят, смотрите. Просто мяу нахуй. Только спокойствие, ребят, на такой скорости баллонить. Только спокойствие. Ребят, еще один момент. Если вы видите на видео, что я постоянно еду 299, либо вот элементарно 250 на заднем, если вы думаете, что я постоянно ежедневно это делаю, то нифига. Это исключительно делается под видео. Чаще всего я катаюсь очень спокойно, чилю, дышу лесом, смотрю на город и так далее. Я могу заболонить, но до 180 это максимум, потому что такие вещи делаются исключительно редко, потому что играть с судьбой, играть со своей жизнью и здоровьем, но лично я не собираюсь. Поэтому, если вы думаете, что я это делаю каждый день, то нет, ради контента, не более. Окей, смотрите, лайфхак. Когда ты едешь вот в таком угле, ты цепляешься в воздух, и я могу проехать хоть, блядь, километров 15, вот так. Цепляешься за воздух и просто держишь газ. Главное – спокойствие, и все. Чтобы набрать мне скорость, мне нужно было ехать вот так. Не вот так, а вот так, чтобы я набрал эту скорость. Ну, ребят, это очень опасно. Блядь, я даже не знаю, у меня, наверное, чирки вот такие сейчас на асфальте, потому что колесо останавливается. Ну, вы, наверное, увидите, я специально камеру повешал. 2007 год. Джиксер 1000 К7. Сейчас, ребята, меня смотрят с Джиксер Клабов и так далее. Вы, наверняка, вахуешь, сейчас смотрите, да? Думаете, вы что, совсем ебанутый, что ли, нахрен-то делает? Ребят, я понимаю всю ответственность и опасность данного эксперимента. Мы попробуем это повторить перед закрытием сезона. Ну, если я, блядь, доживу, конечно, да? Давайте сделаем ставки. На что способна малышка 2007 года? Поэтому я и решил не тратить миллион двести, миллион триста на новую каву. А взял, вот, прекрасную лайбу 2007 года. И хочу сказать, что я очень сильно доволен, ребят. Вот, конечно, конечно, блядь, я скучаю по L2, честно. Для меня L2 это самый сбалансированный идеальный мотоцикл. Это между К7 как раз таки и К6. Знаете почему? Посадка К7 находится в L2. Моя любимая посадка. Здесь она есть. Но этот мотоцикл утюг. Этот мотоцикл трудно управляется и трудно баллонится. Это утюг. На L2 я могу делать вот так на заднем. На вот этом мотоцикле я не могу вот это исполнять. Это просто тяжеленный утюг, с которым есть интерес знакомиться, потому что с ним сложно. L2 это легко, а К7 это заебись. Это для мужиков. Если засовывать что-то в жопу, то только кулак. Ладно, ребят, спасибо, что меня смотрели. Обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь и ждите новые видео. Потому что все зарубы, которые будут в этом сезоне, я планировал провести на К7. Подождите, сейчас проедут с дальним светом. По зарубам, ребят, я хочу сравнить как можно больше мотоциклов литровых, бусы, не бусы, дрозды, не дрозды с К7. Потому что это золотая середина. То есть по цене, по мощности и так далее. Потому что не каждый себе человек может позволить Yamaha R1 2012 года, R1 2016 года, Ninja последнюю. А это, что ни на есть, золотой среднячок, и я буду пока кататься на ней. Меня полностью все устраивает. И повторяю еще раз, интерес есть. Лайк, коммент и ждите новых видосов. В этом году, как вы видите, я разошелся и снимаю как раз для вас больше. Всех люблю, всех целую. Как всегда, закрываю камеру. Пока. Так, ладно, пока-то пока-то, пока-то, нахуй. Наушники одел. Сейчас приеду. Как пивасика нахуярить? Мне, батя, вот такую щуку дал, блядь. Вообще копченые, прям вкусные. И, наверное, шерлока-комца буду смотреть. А, вы че еще здесь? Заводится про такую асту, когда горячий. Ну, тогда смотрите еще. Я поехал. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok